я так понимаю срочного ничего нет поэтому с вашего позволения буду говорить я если вы мне позвольте да ну давайте начнем с самого начала вы слышите все в чате напишите там плюсик минус меньше слышно видно слышу хорошо видно давайте сразу так договоримся у нас запись идет на данный момент у нас здесь пошел дождик мы находимся узнаете на высоте 3000 метров над уровнем моря поэтому тут у нас от таких погодных условий интернет с перепадами поэтому вы на это не обращайте внимание все хорошо все пожеланий нет вопросов нет давайте начнем тогда мы давно с вами не не виделись у нас с вами не было длительное время никакого личного контакта и я сейчас моя задача вам объяснить что все это время мы делали где мы были и где мы оказались в итоге начать наверное мне нужно немножко с того периода который был немножко с предыстории потому что то где мы находимся сейчас она имеет длинную историю и она не возникла просто внезапно сейчас вот на данный момент моей истории завершился очередной виток событий которые долгие долгие годы были у меня без ответа и только сейчас я получила ответы на эти вопросы может быть не на все но на большинство из них и эти вопросы которые я получила они порождают новые новые пути по которым нам предстоит пройти сейчас у нас открылась картина нового пути по которому мы уже идем немного с предыстории ранее мне говорили рассказывая мне какую-нибудь снову сказку родители детям рассказывают сказки и как правило где сказки были собственного сочинения потому что мне не читали книги и тогда мне говорили что когда придет время я решу исход людей данной планеты тогда во мне это вызывало большую детскую улыбку и я просила перестать мне уже рассказывать эти сказки потому что она как бы я уже большая я в это во все не верю большой я стала лет в пять потому что именно в этом возрасте я была уверена что я взрослый человек эта уверенность меня посетила уже в этом возрасте не многим позже ректор про ректор института они сделали меня своим культовым божеством также выглядело нелепо и вызывало у меня такую улыбку с каким-то непонятным весельем но она продолжалась довольно длительное время мотивировалась их видение тем что я никогда не учила предметы преподаваемые и при этом всегда сдавала экзамен с неожиданным для преподавателей исхода они очень любили присутствовать на экзаменах там где я защищалась они любили слушать слушать то что я отвечаю на свой билет потому что они узнавали там много интересного сопоставляли потом с фактами которые искали во всем возможных тогда источниках и находили вот далее позже моя жизнь стала набирать обороты меня родилось двое желанных детей и я решила оставить свои мне приняла такое кардинальное решение оставить свой бизнес и все что мне было чтобы отправиться в другую страну на тот момент на дворе был экономический кризис но меня это тогда не не остановило в свои 25 лет я начала новую жизнь в другой стране снова занялась бизнесом который сначала шел с трудом но позже я адаптировалась и пошел в гору далее живя в испании в окружении многочисленных своих родственников не стало казаться что чего то что-то пора предпринять сделать такое особенное я это сделала я дописала свою очередную книгу и полетела в доминикану всего на две недели тогда я на моем создании сознание был именно вот такой вот срок всего две недели и все по дороге туда у меня было много приятных приключений но сейчас это неважно дальше я пробыла месяц в доминикане и улетела на месяц в турцию но после турции основа вернулась в доминикан вот что-то тянуло меня сюда не было какой-то видимой причины не было ничего специального и только тогда когда я вернулась обратно в доминикану я поняла что время пришло мне необходимо родить тут дочку это мой третий ребенок и мы сможем это сделали если бы я не родила дочь я бы улетела отсюда ведомая другими своими проектами но я родила ребенка и осталась здесь когда дочери исполнилось пять лет я поняла что она готова к чему пока оставалась вопросом но когда исполнилось пять с половиной лет я поняла к чему пока она была маленькая я ее оберегала от любых переездок в транспорте даже если нужно было переехать из города в город при этом несмотря на то что со старшими я летала взгодовалого возраста на самолетах по всему земному шару меня ничего не смущало а вот с маленькой нет и вот сейчас моя малыша стала готова три месяца назад вы все помните что я обращалась к своим друзьям в соцсети фейсбука и обращалась с просьбой помочь одному мужчине индейцу найти меня я видела что он меня ищет я видела его в стране с белыми людьми и он меня искал я также знала что среди людей кто состоит у меня в друзьях есть кто-то кто его знает это просто вот я это видела так и случилось какая-то девушка нас соединила я даже не знаю что за девушка но она меня знала он тогда полетел в москву искать меня там в итоге мы пообщались я приобрела много информации которая порождала больше вопросов чем чего-то внятного на тот период и после этого я забыла обо всем буквально ровно на три месяца пока однажды утром ко мне опять не пришло это понимание вот это ощущение время пришло однажды утром я спускаюсь вниз к своей семье из спальни и сообщаю что нам нужно срочно улететь на небо ну я конечно же называла местность по имени и в итоге утро было наполнено визгами восторга и все побежали собирать вещи в итоге одна я стала как-то медленно обтекать этой информации соображениями о том что о как мне это все мое имущество поднять на небо но вопрос решился мой первый основной охранник он сообщил что он до конца жизни будет защищать меня и полетит поедет с нами несмотря на то что там меня уже ждала охрана 24 часа в сутки он сразу решил вопрос женщины уже отсюда и это быстро очень быстро оформила мне новый дом новостройку когда мы сюда приехали еще заканчивали развешивать лампы люстры отдирать этикетки сантехники но прям прям при нас все это заканчивали последний работ в любом случае везде где есть воздух можно добраться меня эта мысль успокаивала и мы с этим справились мой автопарк уехал на специальном эвакуаторе контейнер улетел тоже следом и вот так мы оказались на высоте 2800 метров над уровнем моря здесь находится наш дом облака у нас лежат на полу ну или иногда под нами когда я впервые въезжала на территорию поселения где нас уже ждали меня дети и все втроем утащили залезть на эвакуатор на котором стоял мой боги там стоял квадроцикл мотоцикл и мы оказались еще на 2-3 метра выше уровня земли и вот так вот сверху я и мои дети вошли через ворота поселения это был вообще дикий восторг для детей когда они въезжали вот в эту позицию это был восторг во всю детскую голову когда нас спустили внизу меня стали обнимать рассматривать говорить что они 400 лет меня ждали на что это пошутила о том что они все хорошо сохранились ну и дальше мы все занялись делами по выгрузке моих вещей в новый дом с нами приехали другие люди тоже ашрамовцы и у них тоже был рядом дома они тоже начали разгружаться после того как мы обустроились более-менее местные они не успокаивались они продолжали мне говорить что они так долго меня ждали и это повторяли повторяли чего мне стало складываться вот такой знаете комплекс неполноценности потому что все знают чего то чего не знаю я и видимо мое непонимание было замечено и мне решили рассказать и о их поверье но я наверное должна была в этом знать но я не знал они мне рассказали о том что этот город называется именем дочери их вождя и ранее в 15 веке по их поверью пророчество должно случиться сейчас они утверждают что дочь белой юки вернет возрожденной цивилизации свободу и силу возродив ее снова белая юка это их главное божество из которого они делали абсолютно все они делали добывали из нее муку они и употребляли в еду так разными разными видами делали из нее лепешки ну в общем это основное главное божество когда поработившие их испанцы пришли на их землю вот сюда где мы сейчас находимся на острове было до пяти племен которые которых индейцы то и но научили культуре здоровому земледельчеству и правильному здоровому питанию к 15 веку вождь таина он достиг полного равноправия со всеми остальными жителями острова тут была достигнута политическая экономическая психологическая идиллия и они пошли на слияние и вот в этот момент тут появились испанцы и стали порабощать насиловать привезли много заболеваний среди них такое заболевание как оспа которая скосила много очень много жителей таина практически всех но в отдаленных местах все же жители небольших деревень остались нетронутыми европейцами как раз они сохранили свою культуру сохранили свои навыки когда испанцы прослышали о пророчестве они украли дождь вождя дочь вождя таина считая что это была она вот той дочерью белой юки но он же вождь но они ошиблись немного во времени большие вот это божество белой юки оно должно было послать свою дочь только спустя 400 лет изначально таина это потомки цивилизации майя которая ушла со своих засушливых земель тогда с юкатана и на острове они появились после того как сюда упал метеорит тысячу лет назад сюда где мы сейчас упал огромный метеорит он здесь и лежит когда он упал он образовал несколько плотов в высоких горах и с тех пор земля вокруг метеорита и на нем она очень плодородная настолько что за год люди снимают 3-4 урожая и если они только что сняли урожай выкопали тут же что-то посадили вот прям на следующий день испахали посадили что-то снова здесь земляне требует отдыха чтобы накормить минералами сама обогатиться вот этот огромный минерал который прилетел он дает жизнь всему живому постоянно являясь каким-то своеобразным генератором жизни вот такого чернозема как здесь мы не видели давно вообще давно нигде больше учитывая что везде внизу находится исключительно глина выше над этим метеоритом мы чуть выше поднимались там тоже везде глина так вот когда время пришло пророчество пришло индейцы отправились искать меня в Москву почему в Москву потому что их древний язык содержал основ слова английского испанского и русского языка они до сих пор не знают что такое Россия потому что здесь когда они спрашивают откуда откуда мы вообще прилетели им говорят Россия они не знают что такое Россия но не знают что такое Москва потому что ханы Москвы так же как их испанцы в свое время захватывали их племя и им даже в голову не могло прийти что дочь белой юки уже может быть на их острове поэтому они отправились в Москву в итоге они называют таким именем почему-то меня но у меня еще много вопросов на которые ответов нет в итоге сейчас они ждут совершения пророчества когда мы приехали они увидели со мной шамана а шаман у нас вы знаете это все время при параде как положено она даже на улицу так ходит и они очень обрадовались и сказали что великая белая юка не могла отправить свою дочь без силы и защиты и в этом в своей вере еще больше утвердились что это все правильно все происходит так как белая юка им сказала это божество а так как я приехала к ним не только за своей семьей а полным составом сотрудников ашрама то теперь они ждут что мы им покажем что-то просто наверное выворачивающее мозг и уже на данный момент в законе восстановленная снова цивилизация Таину станет снова счастливой сильной и мудрой Таина в переводе на их древний язык означало благородный потому что ранее они приходили к диким племенам и облагораживали их вот и сейчас они спрятали это все как-то сопрягли у себя эту информацию в голове со мной мы на данный момент за то время сколько мы здесь находимся частично приняли их обычаи и нас это очень порадовало они ходят и смотрят на нас как на что-то из ряда вон выходящее правда Гальсина когда пытается гулять одна на улице у нее это не удается потому что постоянно прилипают люди и твердят о том что она какая-то такая мистическая сакральная вот сила которая привлекает их манит в общем она для них как какие-то новые бусы видимо но здесь таких людей нет они такие они ходят они таких не видели мы везде находимся как бы не в одиночку к нам так просто не подбежишь а вот Гальсина одна выходит к ней такая вот происходит а при любой возможности пройти рядом они будут привлекать внимание и с умилением смотреть в глаза ко мне просто заглядывает и вот готовы говорить все что угодно лишь бы только смотреть при этом до сих пор я все еще много не понимаю и они это видят три года назад в городе на океане когда я там работала на телевидении внизу когда мы жили на улице меня остановила пожилая женщина и сказала что она смотрит мои передачи по телевидению и что они меня узнали что я должна дать им свободу и принять силу которую они аккумулируют сотнями лет для того чтобы передать вот той которая придет это все ей передать я конечно же в тот момент была на пляже с детьми обвешанным младенцем тут рядом еще дети я говорю что я конечно не слабенькая девочка но хоть и тут маленького ростика но это не я потому что я не приходила за силой то есть это не ко мне извините до свидания женщина стала настаивать чтобы я ее выслушала и попросила прийти завтра на это место снова я сюда приходила каждый день с детьми собрала дочек утром и поехала на пляж как всегда они жили всем своим кланом тогда на пляжной полосе и она мне передала один амулет и сказала что когда время придет я им воспользуюсь сказала мне как я смогу это сделать и что если это не я у меня не получится я взяла амулет благодарила и все она сказала амулет даст мне силу которая в моих руках спасет жизнь человека я его взяла потом где он только у меня не валялся в доме ну я была уверена что это просто местная побрякушка которая впаривают там всем туристам хотя при этом с меня не просили денег не просили чего-то еще просто надо было взять я взяла и все и потом однажды такой день настал она оказалась права я спасла жизнь своему супругу и после чего амулет распался на три части просто так позже эта женщина меня снова нашла сообщила что знает о том что я воспользовалась силой амулета и что он рассыпался такая неожиданная ситуация была я стала извиняться что я не специально что его вот в тот день даже не трогала никто не трогал он просто как-то сам раскололся на три части и все вот прямо на тумбочке где лежала так и все она сказала что так всегда происходит в их поверье что сказала мне кто они такие хотя я ничего не спрашивала они больше ничего не говорили ну вообще тогда тот период у меня были дети но ребенок на руках еще двое рядом и я любопытством особенно не отличаюсь все после этого женщина она мне сказала что на восходе солнца они передадут всем племеням мне силу и я смогу ей разумно распорядиться это сказала она я ничего об этом не знала и не знала еще долго потому что потом я ушла домой на рассвете ничего особенного не произошло гром и молнии не летали все было как всегда солнечно радостно обычный день ничего не происходило единственное что после этого стало резко изменяться у меня в судьбе в доме в охране в профессии все как-то закрутилось без абсолютно моего вмешательства меня власти стали власти острова стали охранять открывать мне буквально все двери начиная от правительственных структур до простых артистов каких-то важных людей здесь и это происходило даже тогда когда мне казалось это излишним дальше я поняла что время пришло создавать город живыми домами с разумной системой восстановления молодости здоровья которые автоматически смогут сканировать тело хозяева и ночью во сне восстанавливать их организм в случае обнаруженных повреждений вот город с новой культурой где основами станут древние правила жизни в любви и согласии вне эгоизма и войн вне какого-либо наказания или насилия эта мысль меня посетила очень по-взрослому сейчас я понимаю что место этого города не внизу океана а здесь надо блоками в итоге мы находимся здесь мы снова собрали ашрам снова принимаем местных людей провели несколько первых ритуалов по старой традиции тайна и это земля нас приняла это у нас дождь ушел обряд мы вам покажем у меня на канале youtube он уже висит мы закончим я вам дам доступ я вам с полной уверенности могу сказать что тайну это великая цивилизация древнего такимет так позже римляне называли египет и теперь давайте я немного вам скажу о метеорите на котором сейчас построены наши дома в соседнем саду от моего дома живут представители персидского дворца и мы ожидаем их семьи сейчас у нас со стороны будет пополнение так вот сила этого минерала упавшего из космоса она просто поражает даже наше воображение это генератор который увеличивает все не только минералы для земли для питания земли не только изобилие питательных веществ и того что здесь растет абсолютно все что растет на планете фрукты овощи ягоды все корнеплоды все орехи и оно здесь растет вместо забора вместе с заборами и прямо на них люди тут они кардинально отличаются от тех что находится внизу тут они более сдержанные они более спокойные хотя они тоже улыбаются они рады нас видеть они они не пристают никому это видимо отсутствие туристов не выработало в них привычку пытаться ободрать гринга здесь так говорят здесь абсолютно как будто бы другая цивилизация и это город намного больше чем город в котором мы жили внизу здесь город с высотными зданиями многоэтажными магазинами развлекательными центрами школами институтами супермаркетами все как положено обычному городу единственное что мы находимся в горах места между людьми очень много и здесь все правила нормальной жизни человека немножко чуть выше нашего города в горах живут поселения в которые въехав всех охватывает дух истории потому что ты попадаешь полное ощущение что ты попадаешь в прошлое дома образ жизни он не соответствует нашему городу еще доминиканцы они сильно отличаются от тайну люди тайну это люди которые практически светлые у них свет кожи не такой темный у них глаза не такие как у доминиканцев снизу у них тип лица совсем другой изнутри и снаружи это совершенно разные культуры и приезжая сюда мы об этом не знали метеорит он умножает все на что направлен физический проводник от генератора поэтому мы вам даем возможность людям нашего государства воспользоваться этой возможности потому что так как мы находимся здесь это сделать нужно шаман она возьмется за увеличение позитивного хода развития любых отношений это там родные друзья сотрудники начальники если вам нужна какая-то поддержка или выравнивать отношения за один прием она просто будет являться проводником данного метеорита это генератор который умножит все наилучшее что вам необходимо а а а она возьмется за увеличение материальных ценностей сюда вы можете отнести все деньги имущество питание ну все что вам не хватает потому что здесь мы находимся у генератора которому все равно что умножить саид он займется умножением перспективных направлений и оно сейчас наверное самое в наше время будет самое востребованное любое начало которому необходим ветер перемен для мягкого плавания он проведет силу метеорита на данного человека если вы будете обращаться ко мне я умножу силу любви безусловной любви и без каких-либо требований ну и покой который сможет проявиться равновесием ума и тела мы сделаем прием одного человека очень доступным абсолютно для каждого пусть это мы выставили самую смешную цену 23 евро и мы общими силами я думаю справимся поднимем наше государство и исправим его от детских болезней таких как недостача чего-то или ну просто обычная человеческая глупость так это о том где мы что мы здесь делаем а теперь давайте о ситуации на большой земле факты по происшествиям затопления в китае под город ушли под воду ушли два города два месяца назад один месяц назад ушел под воду город японии вода наступает на сушу при этом в других местах засуха уничтожает посевы потом вы знаете что метан распространяется с ледников из сибири распространяется по воздуху по всей атмосфере планеты метан сужит почву и она горит потом она просто самовоспламеняется сжигая гектарами леса и животных животные все чаще болеют человеческими вирусами передающимися к человеку то есть они заболели нам передали и я призываю вас всех открыть глаза и понять что как как было уже не будет нам нужно действовать и как можно скорее нам с вами как сообщество необходимо иметь общеустойчивую основу для автономного выживания к этому относится одежда пряжа бытовые товары питания строительство когда сознание наше будет знать что у нас есть эти пункты у вас у всех оно перестанет сопротивляться от страха от страха перед неизвестным и я смогу нас всех перенести в новое пространство где люди уже вышли из данного переломного положения поэтому я призываю всех жителей государства отнестись как можно серьезней к вопросам самоорганизации если у кого-то есть в его стране или окружении люди с такими профессиями как плотники скотоводы швеи допустим вязальщицы ну и многие другие которые можно например посмотреть в чате с вакансиями государства первое что крайне важно сделать это изменить мышление критически важно отказаться от привычных стереотипов каких-то клише по которым вы жили отказаться от каких-то определенных установок без такого изменения мышления невозможно будет адекватно оценивать быстро изменяющуюся ситуацию и при этом оперативно реагировать на нее мы тоже не сможем мы должны понимать что однополярного мира больше нет Соединенные Штаты больше не гегемон он больше не в состоянии решать вопросы единолично и США на грани реального развала и контролировать его будет некому как следствие мы должны с вами понять что экономика не в самом своем расцвете сил да вы это понимаете мировая экономика и хуже всего будет тем странам которые прочно завязаны на долларе чем прочнее его привязка ее привязка к доллару тем хуже будет государству и тем хуже будет каждому его жителю основные причины это безработица сократят львиную долю тех кто сегодня думает что он великий сусунбак без которого планета просто перестанет вращаться социальная составляющая всех государств без исключения сократится на порядке а во многих государствах просто исчезнет не будет ни пособий ни льгот ни того к чему люди привыкли это важно понять уже сегодня и начать приготовляться к тому чтобы выжить в государстве но без помощи государству такой навык есть у тех кто работает на себя но его нет вообще у тех кто работает на кого-то на дядю на самом деле этот дядя на кого вы работаете сегодня не особо озабочен благополучием своего наемного персонала но скоро и этот дядя перестанет интересоваться вопросом вашего жизнеобеспечения совершенно поэтому чем скорее человек это поймет чем раньше он начнет перестраиваться на само на самообеспечение самостоятельные рельсы тем выше у него будут шансы ну элементарно выжить период предстоящих перемен намеренно конечно никто никого утопить не собирается но и спасать никто никого тоже не будет максимум что предложат это помощь к тем кто барахтается сам кто не барахтается и привык к тому что его поддерживают на плаву кто-то он просто пойдет ко дну пока есть время сейчас оно немножко есть нужно готовиться к тому что поддержки у нас не будет это касается всех наемных работников без исключения востребованными останутся только те кто реально является специалистом высочайшего уровня и заменить которого просто неким вся сфера услуг она полностью умрет в ближайшем будущем человек будет выбирать между вы понимаете маникюром или наращиванием ресниц и покупкой теплой одежды и самых простых продуктов питания и выбор я думаю вы понимаете в чью пользу он будет сделан это будет происходить во всем мире абсолютно требовать протестовать возмущаться будет бесполезно это не властей имущих это не их проблема это объективный общемировой процесс глобальный переходный период от одной модели мироустройства к другой и такие процессы всегда проходят крайне болезненно поэтому бессмысленно сейчас заниматься накопительством пытаться отложить деньги на черный день когда этот день наступит все накопления в любой валюте превратятся в простые разноцветные бумажки ну они собственно такими и являются на самом деле и любимый всеми доллар первым превратится в эти обычные бумажки произойдет это уже этой осенью с вероятностью 80 процентов а до весны двадцать первого года на сто процентов это уже произойдет след за долларом посыпятся остальные валюты поэтому если у вас имеются какие-то сбережения переведите их из обычной бумаги из цифр на мониторе во что-то реальное и это в первую первую очередь это инструменты любые инструменты с помощью которых можно что-то создать и не важно если сегодня мы не умеем этим пользоваться в самом ближайшем будущем жизнь вас заставит этому быстро научиться на данный момент у нас есть герман руководитель работы фонда рико сможет он вас проконсультировать проведя ряд встреч и вы будете в курсе дела самым перспективным на данный момент вложением является ну даже сбережением своих реальных средств является обучение обучение тому что будет реально нужным и полезным никому скоро не будут нужны маркетологи юристы финансисты экономисты и прочие сегодняшние такие специалисты без чего человечество прекрасно может обойтись и даже сейчас будут нужны людям плотники сантехники слесари вот без них обойтись никому нигде не удастся нам будут нужны хорошие айтишники но именно хорошие которые имеют квалификацию позволяющую ставить им задачу государственного уровня и важности всех остальных во всех других сферах попросят на выход написание никому не нужных развлекашек оно перестанет оплачиваться нужны будут предприниматели именно они дадут импульс к запуску новой экономической системы но предприниматели они тоже должны будут кардинально перестроить свое мышление и понять что та модель ведения бизнеса к которой они привыкли больше невозможно а кто этого не поймет перестанет существовать очень скоро людям нужны будут врачи будут нужны учителя но не те врачи учителя которые считают себя такими сегодня а настоящие те врачи которые помнят что они давали когда-то клятву и шли в эту профессию для того чтобы лечить людей а не зарабатывать на них деньги и те учителя которые шли в профессию учить детей а не делать карьеру за счет этих детей всех остальных также выведут из рядов существующих работников пока у вас есть время вкладывайте свои сбережения в самообразование адекватно оцените свою нынешнюю специальность на предмет востребованности в условиях ну грубо говоря карточной системы адекватно цените уровень своей квалификации в этой специальности и либо срочно повышайте свою квалификацию которая есть если она востребована если сама специальность остается вот нужной развивайтесь либо если это не так меняйте специальность если понимаете что перспектив она не имеет ненужный балласт скинут без раздумий и только от вас зависит окажетесь вы этим балластом или нет ни возмущения ни протесты не помогут они довольны просто будут затягивать гайки способов для этого существует множество дальше у вас нет смысла запасаться продуктами можно сделать ну какой-то разумный запас на пару недель на случай ситуации когда нельзя выйти из дома какое-то время но при этом абсолютно бессмысленно закупать все подряд это очень это Мы говорили о еде, да? Бессмысленно закупать вам всё подряд. Но на всю жизнь всё равно же вы не запасётесь, правда? И при этом только спровоцируете панику среди тех людей, которые будут за вами наблюдать. На самом деле разумнее заблаговременно научиться добывать себе продукты, создавать их, и, что крайне важно, нужно научиться обходиться реально необходимым минимумом, при этом сознательно отказаться от тех излишеств, к которым вы привыкли сегодня. К излишествам привыкли все без исключения. Но если вы этого не понимаете, то вы просто не хотите этого признать. Нам крайне важно научиться помогать тем, кто реально нуждается в помощи. Вот с этим у нас сегодня у большинства реальная проблема. Мир, завязанный на деньгах, наличную выгоду больше не существует. Каким будет новый мир, это зависит от нас. И этого никто не знает. А в переходный период на первый план выйдут неизыблемые ценности. Это бескорыстие и взаимовыручка. Умение помогать просто так, не за что-то, а просто потому что можешь помочь. Большинство вполне благополучных сегодня людей на это не способны. Они искренне считают, что сами нуждаются. Не замечают рядом с собой тех, кто не имеет даже сотой доли того, что имеется у них. А вот реально нуждающиеся, они выработали в себе способность делиться последним. И делают это часто даже ущерб себе. Их жизнь заставила этому научиться, иначе бы они просто не выжили. Так вот сейчас эту способность нужно приобрести максимальному количеству людей. и в первую очередь для собственного выживания. Будете помогать вы, будут помогать вам. Именно в такой последовательности сначала вы, и только потом вам. Вы можете считать, что это такая своего рода Божий промысел. Таким способом Бог возвращает человеку те качества, которые в него закладывают. И от которых человек сознательно в своё время отказался. А те, кто продолжит от них отказываться, он просто не выживет. И в этом тоже есть своя разумность. Такое выражение, как «если можешь помочь, помоги и будь счастлив от того, что Бог отвечает на чьи-то молитвы через тебя», его желательно сделать своим жизненным крыда абсолютно каждому жителю нашего государства. Иначе вашей мольбы тоже никто не услышит. И совершенно не важно, сделал это кто-то или нет. Важно лишь то, что сделали это вы. И пока есть время, примите это правило и с этим правилом попытайтесь найти себе место вдали от больших городов. Это может быть какая-нибудь, я не знаю, деревня, селу, куда можно будет быстро уехать в критической ситуации, где не будет излишеств, но будет всё необходимое для жизни. Я вам сейчас дам несколько критериев отбора таких мест, по которым вы сможете подобрать для себя нужное. На что нужно обратить внимание, это вблизи не должно быть никаких объектов военного или стратегического назначения, никаких воинских частей, никаких аэродромов, никаких полигонов, складов или чего-то социального. Потому что в случае беспорядков, даже если армия сохранит верность к какой-нибудь присяге своей, вблизи от таких объектов находиться будет смертельно опасно в силу их стратегической значимости. То есть армия будет в первую очередь защищать сам объект, а не проживающий под боком населения. И вы можете элементарно не вписаться в тактику защиты, то есть стать помехой. В случае, если армия перестанет быть лояльной к власти, то вы сами понимаете последствия. Вооружённые, обученные люди, которые стали сами себе власть, у вас под боком не самое приятное соседство. Дальше, вблизи не должно быть мест лишения свободы, психиатрических клиник, учреждений для трудновоспитуемых и чего-то прочего. К месту будущего жительства по возможности должно быть минимальное количество подъездных путей. В первую очередь именно подъездных, по которым может пройти транспорт. Чем меньше будет таких путей, тем легче будет их взять под контроль силами самих жителей в случае необходимости. И понятно, что от армейской техники вы не защититесь, конечно же, но от нескольких автомобилей с мародёрами вполне. Место вашего жительства должно быть самодостаточным в плане водоснабжения. Централизованное водоснабжение можно отключить либо взорвать. Если рядом с вами река или озеро, то её не отключишь. Сейчас у нас речь не идёт об очистке воды, речь о самом её наличии в шаговой доступности, чтобы можно было взять ведро и принести воды. Желательно, чтобы жители были у нас по возможности одной национальности и вероисповедания с вами, потому что это снизит количество потенциальных поводов для конфликта между вашей общиной. А поводов и так будет предостаточно. Понятно, что в нынешнее время практически не найти таких населённых пунктов, ну, может быть, где-то там в глухой местности каких-нибудь староверов отыскать, если. Но они вас не примут. Ну, в принципе, ни к чему такие крайности. Просто выбирайте себе место жительства, если вы не берите себе мусульманский аул, если вы православный. Выбирайте такое место, где преобладает близкое к вам население как-то, ну, не знаю, по вере, по национальности, по убеждениям. Так, и теперь о том, что должно быть в вашем доме. Нам придётся забыть о джакузи, телевизорах во всю стену, посудомоечных машинах и прочее, к чему вы привыкли в своих городах. Всё это не является жизненно необходимым. Жизненно необходимым являются следующие вещи. Первое – это источники питания. Это аккумуляторы, солнечные, ветровые или бензогенераторы. Но они должны быть в исправном состоянии с запасом топлива, с запасом запчастей, инструментов для ремонта в случае их поломки. У вас должны быть провода и их изоляция. Следующее – это должны быть медикаменты. У вас должен быть индивидуальный набор медикаментов, которые жизненно необходимы конкретно вам. Если у вас есть какие-то заболевания, каждый сам знает свои болячки. Плюс стандартный набор антисептиков, противовирусных каких-то препаратов или средств, бинты, вата, ну, самое неосновное. И пока ещё можно это купить, сделайте запас марганцовки. но она пригодится вообще везде, хотя бы для обеззараживания воды, не говоря уже там о каких-то нарушениях телесных. И обязательно укомплектуйте аптечку средствами от диареи. Это очень важная вещь. Также найдите туда средства для обезвоживания организма. Это серьёзная проблема, если она случится, с ней нужно справиться. Самое эффективное, на мой взгляд, это электролит и левомицетин. А при этом также хорошо помогает гранатовая корка. Высушивайте, заваривайте кипятком при необходимости и используйте. Следующее, вам нужно будет приобрести себе средства связи. Но для средств связи используйте, купите себе рации. Они недорогие и купите столько, сколько человек в вашей семье, чтобы у каждого был девайс, независящий от сотовых сетей интернета. Научитесь сами ими пользоваться. Это, в принципе, несложно. И пускай они у вас лежат. Много места они не занимают, а в случае форс-мажора вы не потеряете друг друга. Ну и пока неспокойное время приобретите себе оружие. Купите, я не знаю, пистолет, ружьё, хотя бы пневматику, травматику, и возьмите какие-то боеприпасы. Ну, даже если никогда вы вообще не стреляли, ружьё в руках сами по себе не держали, если вы его возьмёте в руки, это уже будет веский аргумент для незваных гостей. А выстрел даже в пол, просто в пол, он существенно отбивает желание лезть куда не просит. Я понимаю, конечно, что от бандитов с автоматами вы не отобьётесь, но если это будут какие-то там заблужшие с заточками редиски, из двух домов они выберут тот, где хозяева безоружны. Вам понадобятся такие вещи, как спички, но на самом деле их лучше вместо спичек брать кремний или огниво, сейчас они продаются вполне современные, которые в отличие от спичек не боятся сырости. Вам нужно будет обеспечить себя тем, с помощью чего вы сможете развести огонь и храните это при себе. Ну, либо в легко доступном месте, про которое вы точно никогда не забудете, закопайте и запомните. Вот это то, что минимально человеку необходимо. А дальше я перечислю то, что вам иметь желательно. Это, конечно же, продукты питания. Можно сделать небольшой запас там консервов, круп, чего-то такого. Но не скупайте всё это контейнерами. На всю жизнь не купите. Давайте будем подходить ко всему разумно. и не провоцировать панику, потому что продукты вам придётся добывать по месту. Гораздо разумнее будет научиться добывать пропитание, потому что функция покупать может очень быстро закончиться. Ещё сохраните у себя такие вещи, как смартфон и внешний аккумулятор на солнечных батареях. даже если отключится связь, сам смартфон будет всё равно полезен, потому что это не только телефон, это и фонарик, и записная книжка, и компас, и карта, и часы, календарь, ну там много всего. Скачайте себе сейчас все программы, которым не нужен интернет, для того, чтобы вы могли им воспользоваться. вам понадобится набор инструментов, таких, как ножовка, топор, молоток, гаечные ключи, свёрла, всё такое, потому что это всё можно купить. Вам понадобится несколько десятков пластиковых труб, соединителей, сантехнический паяльник, потому что на самом деле рассчитывать вам будет не на кого. И это всё сравнительно недорого, и может вам пригодиться, очень даже может, в случаях от проведения водопровода до отведения нечистот от дома. Сантехников по вызову рядом может не оказаться. Вы можете купить себе электроинструменты, там шуруповёрт, циркулярку, болгарку, сварочный инвертор, потому что понятно, что в случае отключения электричества электроинструмент станет бесполезным. Но, во-первых, не факт, что электричество не станет, а во-вторых, у вас либо у соседа у кого-то есть бензогенератор. Но даже если его нет, то в данном случае если вы сейчас меня послушали и приняли это к сведению, то вы уже приехали на место. И понятно, что рассиживаться вам будет некогда. Пока всё работает, надо делать необходимые вещи максимально быстро. И вот этот инструмент электроинструмент выиграет во многом любому ручному. даже если вы им никогда не пользовались. Жизнь вас заставит, научит. Это не космический корабль. Университетов заканчивать не нужно. Ну вот в общих чертах то, что можно сделать сейчас, практически может сделать любой человек. Остальное каждый уже может дополнить либо заменить самостоятельно, исходя из собственного понимания. Навыки ваши и знания применить. Универсальная какой-то инструкции, которая гарантированно обеспечит ваше выживание на данный момент вам сейчас не даст никто. Таких инструкций просто не существует. Я понимаю, что другим людям, возможно, даже и вам, просто жизненно необходимо такой вопрос, как объединиться. Людям необходимо чувствовать объединение. Нужно, чтобы рядом было плечо к плечу для того, чтобы вы чувствовали себя более уверенно. и многие используют это плечо неконструктивно на данный момент. В основном для того, чтобы поразмазывать об него свои сопли. Но так воспитаны сейчас люди. Поэтому если есть такое желание создавать своего рода виртуальную общину выживанцев, уже сегодня в принципе в этом имеется рациональное зерно. И я бы хотела, чтобы вы уже приступили к этому действию. Единственная просьба, чтобы было меньше паникеров, ну хотя бы. И если кому-то когда-то будет стрелять в голову вот эта вот фраза «всё пропало, всё пропало, мы все умрём», то у нас есть люди, у которых должна быть какая-то служба, куда можно было бы написать и где тебя успокоят. на данный момент, пока у нас её нет. Я для этой роли не подхожу, у меня другие задачи, поэтому я вас призываю создать такую службу, где, потому что она вам, поверьте, мне понадобится. Ну и опять же познакомиться в принципе тоже будет не лишним заранее с другими людьми, совсем не лишним будет иметь хоть какие-то связи в других населённых пунктах, туда, куда вы намереваетесь поехать. Я не говорю о тех связях, которые имеете вы сейчас. Нынешние знакомые могут резко превратиться в заклятых врагов. Вспомните историю с Украиной, поэтому заблаговременно просто наладьте связи на почве, не связанной с прошлой повседневной жизнью. Оно вам может оказаться очень полезным. я вам сейчас дам некоторые примеры натуральных антибиотиков, которые есть даже у вас дома, их вы должны иметь. Первый из них это орегано. Трава обычно используется в кулинарии, да, она добавляет вкус, аромат многим блюдам, кроме того, масло орегано действует как природный антибиотик. Вы знаете, уже многие из вас научные исследования, проведенные несколько лет назад, они подтвердили, что масло эффективно уничтожает все виды штаммов бактерий, то есть кишечных бактерий. Вам понадобится уксус. Он использовался в течение сотен лет в качестве противомикробного средства. То, что многие люди не знают, то, что различные типы уксуса удаляют определенный тип бактериального штамма. Например, яблочный уксус уничтожает бактерии, которые приводят к заболеваниям пищеварения. Есть такой винный уксус, он с другой стороны устраняет бактерии, которые вызывают кожные инфекции. Поэтому уксус вы должны иметь у себя всегда. Такая вещь, как мед, может быть доступна не всем, но если вам это еще один природный антибиотик, который использовался еще с древних времен. Исследования, проведенные учеными, показали, что мед помогает продлить рост микроорганизмов в организме человека. Есть такая веская причина использовать натуральный мед при простуде и гриппе, вы тоже все знаете. Есть такое вещество, как куркума. Исследования показали, что куркума эффективна при предотвращении роста бактерий. Небольшое количество куркумы очень маленькое обладает сильным антибактериальным действием и очень эффективна против различных бактерий. Люди все чаще добавляют куркуму в свои блюда, потому что в дополнение к ее многочисленным преимуществам для здоровья у нее также есть вкусовой эффект, который поможет вам справиться с маленьким количеством еды, которую вы будете потреблять. То есть если брать только полезную пищу, она может быть невкусной. Куркума вас спасет в этом вопросе. есть такой продукт как чеснок помимо защиты от нечисти от вампиров чеснок защищает нас от микробов. Вы все знаете что делает чеснок что исследования обозвали его целебным свойством и показали что добавление многолетних чеснок вы знаете он бывает разным он бывает многолетний он бывает как его называть одноразовый котопосределем ну я сезонный в общем многолетний вот этот вот чеснок он гораздо лучше чем сезонный если вы возьмете такое растение как его называют многолетник сам по себе и добавите к пищу то он значительно снизит риск простуды и гриппа но надо немножко вам помнить о том что чеснок обладает чрезвычайно острым вкусом и запахом и вы от него очень трудно будете избавляться но чтобы этого не было вам нужно просто его утром нарезать как таблетки и запить водой тогда запаха не будет так что нам понадобится экстракт семян гриффрукта это природный антибиотик его экстракт семян природный антибиотик он обладает многими целебными свойствами которые помогают удалять вирусы и бактерии из организма кроме того фрукты они загружены витамином С и антиоксидантами которые делают его прекрасным оружием против человеческих болезней очень многих вам нужно но я прям не знаю даже чуть ли не высаживать в себя в доме в огороде на балконе у себя капусту потому что капуста обладает многими ценными свойствами которые поддерживают наш организм изнутри даже в период когда больше кроме капусты ничего нет ну и плюс ко всему капуста защищает человека от онкологии есть такой травка богульник болотный это очень эффективное средство более эффективное средство любого чем любой антибиотик и он лечит практически половину воспалительных заболеваний всей медицинской энциклобидии он ядовит да но он ядовит при сборке и в момент цветения поэтому пользоваться надо какими-то средствами защиты когда вы его собираете а дальнейшее его гомеопатическое использование способно укрепить множество систем организма такой вещь как хрен корень имбиря хвою сосны пихты лук прополис вы все об этом знаете поэтому я сейчас попрошу от вас внимательности к той жизни которой вы живете у нас есть сообщество людей сообщество максимально организованное мы сейчас добавим себе необходимую службу для соплей и в дальнейшем подыскивайте себе место и возможность для того чтобы вы могли с этим справиться сознательно если у вас есть какие-то вопросы которые неразрешенны сейчас разрешайте их прямо сейчас если есть нужда в каком-то помощи именно от генератора который есть у нас обращайтесь мы абсолютно доступны сейчас для каждого вам нужно короткий итог подведу время у нас до весны 2021 года вам нужно срочно сменить политику мышления это просто делать обязательно потому что без этого мы с вами не сможем даже на новом месте мы не сможем сохраниться и поэтому если нам удастся изменить политику мышления если у нас удастся изменить психологию поведения при этом мы научимся с вами общаться вне связи интернет соединения то нас уже не победит никто самое главное чтобы мы понимали что вам нужно сделать сейчас какие действия какие шаги вам нужно предпринять в чем вам нужно укрепить свое сознание свое понимание того что с вами происходит и в каком направлении вам нужно двигаться для того чтобы вы были спокойны в момент неспокойных времен если у вас есть какие-то вопросы на данный момент вы можете мне их задать если вопросов нет то будем их решать дальше уже в государстве по мере поступления вопросов я считаю нет да да уже все спят включайте микрофон говорите можно нет страна не имеет значения давайте я вам так скажу все что выше 400 метров над уровнем моря это безопасная зона все нет вопросов больше я хотел бы увеличить 4 направления которые можно увеличивать с помощью диории по всем 4 направления это обратно я позже вам дам ссылку на видео вы посмотрите как мы здесь жили как все устои которые мы приняли посмотрите это все и после этого я вам дам рекформу для того чтобы вы могли обратиться туда кому куда надо но сегодня мы с этим справимся а вы когда уже проснетесь на следующий день все получите ну или прямо сегодня увидите видео и рекформа будет через 2 часа давайте я еще раз слава я тебе еще раз скажу те жители которые у нас есть вот все все люди наши люди моя задача сделать так чтобы у вас вы поняли принцип и график действий которые нужно делать и поэтому моя задача сделать так чтобы вы исключили из своей жизни те моменты которые вас отвлекают от этого если вы самостоятельно не можете с этим справиться обращайтесь к генератору мы это сделаем но в любом случае расставляйте приоритеты самое главное в вашей жизни это вы ваша жизнь и жизнь ваших детей потому что в одиночку вы понимаете это сделать не просто трудно это невозможно и еще я попрошу вас помочь мне я все же хочу до этих смутных времен иметь возможность перенести нас на другой слой то есть это мы можем сделать тогда когда в вашем сознании будет исключен момент неизвестности то есть мы должны иметь всех людей которые могут нас одевать кормить заниматься строительством и обеспечивать допустим какое-то ближайшее поселение если вы куда-то съезжаетесь то иметь автономность максимально возможную когда в вашей голове есть у меня есть Васька у меня есть Маруська есть там Хосе вот он знает это это у нас все это есть в принципе у нас немножко в общем у нас все есть тогда ваш мозг не будет противиться тому чтобы мы перешли на другой слой потому что у вас есть тыл закрытый понимаете тогда вы не будете воспринимать этот процесс как попытку нападения или какую-то угрозу когда мозг видит угрозу он начинает блокировать все абсолютно все поэтому чтобы не было блокировки я прошу вас найдите людей которые не являются нашим государством но могли бы войти туда и мы могли бы улучшить использовать их профессиональные данные которые у них есть сейчас это я говорила начиная от слесарей заканчивая швеи вязальщицы там как делают эти баранов разбудят шерсть не берут ну буквально все что нам сейчас для жизни может понадобиться такие люди у нас должны быть в достатке ну а с остальным мы справимся вам нужно чтобы вы были уверены что все это у нас есть все хорошо и моя задача будет снизить ваши проблемы до минимума а потом перенести нас всех слоем в другое немножко пространство где этого безобразия всего просто не будет и чем раньше мы это сделаем тем меньше безобразия мы увидим еще вопрос на счет робота ты сказала что как бы деньги они потеряют цель как бы вкладывать в робот деньги ну давайте так если робот приносит доходность сейчас пусть он приносит их сейчас снять деньги в любой момент можно двумя кликами вопрос только в том что пока вы сейчас сидите дома или делаете себе новый дом там вы что-то стругаете пилите делаете хижину себе в данный момент вам за это никто не платит никто кроме робота поэтому время идет пока деньги есть пусть они идут когда запахнет чем-нибудь нехорошим я сразу скажу и мы все выведем выведем и вложим в то что нам будет необходимо но опять же первое нужно обращать внимание на специальности чем кем вы должны если можете там стать если у вас есть навыки там по металлургии или почему-то еще найдите имеют ли они смысл в поселении которое пытается выйти на самообеспечение если эти навыки непригодны вложите в обучение обучитесь на слесаря обучитесь на кого-нибудь еще или какой-нибудь я вот говорила о климатологах допустим климатологи очень востребованная вещь но не всем же быть климатологи во-вторых физически не все это выдержат выберите себе каждую профессию ту на которой вы сможете быть востребованы агенты трансформаторы это как раз то что выходит уже сейчас уже выходит на первые ряды потому что трансформаторы они понимаете трансформаторы из бедности в достаток это люди которые восстанавливают гормоны трансформаторы по форме тела это люди которые работают с телами человека потому что быть толстым больным жирным и в червяках всему очень неудобно в таком состоянии ты не можешь позаботиться даже о своей семье не говоря уже о себе то есть форма тела она имеет большую роль играет большую роль как раз когда нужно выживать трансформаторы из старости в молодость старики они очень плохо переживают старость по причине того что они недееспособны они не могут сами о себе беспокоиться позаботиться о себе о своей семье о внуках о детях о своих если пожилые люди станут молодыми они на это будут способны поэтому как раз агенты-трансформаторы это очень востребованная услуга а вы вообще не переживайте по одному это наверное первые трансформаторы какие будут пользоваться спросом потому что люди которые переходят с изобилия и говорят что они бедные переходят на минимальное сооружение себя вот там у нас есть минимальный уровень того что мы используем в жизни и людям очень тяжело будет перестроиться понимая что у них есть все необходимое потому что сейчас они привыкли к излишкам и вот этот переломный момент как раз требуется помощь агента-трансформатора из бедности в достаток вы просто подумайте представьте себе ситуацию когда человек сейчас живет и раз и вас перекинули в другие нормы едите вы один раз в день жуете 3-4 листика капусты присыпанной лучком или потертой там чесноком и все у вас нет телевизора у вас нет интернета у вас нет кабельного у вас ничего этого нет общаетесь вы только ну допустим ладно интернет у нас еще долго будет это правда и свет у нас будет еще долго свет возможно всегда будет будет всегда топливо а вот это будет эти инструменты переживут все потому всегда у вас будет интернет топливо и свет ну может быть на какой-то период там на месяц-два света не будет но по большому счету это будет работать все остальное может пострадать поэтому вы представьте себе жизнь без вот этого всего и вы поймете что это может быть попробуйте когда-нибудь просто уехать в деревеньку на выходные и попробуйте жить вот так вот у вас сразу гормоны вскипят просто потому что вы поймете что недостача она вас буквально плющит люди городские жители привыкли к излишествам и считают что они бедные при этом даже при этом они считают что им что-то не достает поэтому эти агенты они я считаю что самые первые ряды встанут именно агенты из бедности в достаток а нет не надо этому обучаться это это происходит автоматически чем чаще мы с вами вступаем в контакт это знаете какой контакт не вот но голосовой контакт у нас должен проходить раз в месяц а вообще вам нужно будет учиться ну попробуйте сначала на мне попробуйте задайте мне вопрос и вы поймете что я вам дала ответ ответ вы поймете вы поймете что получится мой запах около себя вы поймете что это мой ответ потому что как бы он сложен из ваших мыслей но это мой ответ потом вы попробуйте это сделать с другим любым человеком которым вы общаетесь довольно часто и таким образом вы сможете настроиться потом спустя буквально 6-9 месяцев вы сможете это сделать с любым другим человеком. Это вас не должно беспокоить, это происходит автоматически. Здесь уже сейчас на данный момент есть люди, которые много лет со мной знают. Да, это вот так. Просто сейчас это случайно неосознанно получается, а потом будет происходить осознанно. На данный момент есть люди, которые много лет уже со мной общаются, и они это делают осознанно. Вы можете с ними пообщаться даже здесь, в государстве, в чате. Замечательно. Здорово. Я понимаю, у вас сейчас сложно вам придумать вопросы, но вы их можете придумать. У нас есть место, где мы общаемся, и мы с вами не прощаемся. Я просто сегодня хотела направить ваш вектор, потому что мы определились здесь, у нас раскрылось очень много ответов на вопросы, которые были непонятными. И сейчас пришло время. Время пришло. Когда нужно действовать векторно и всем вместе. Поэтому я вас прошу, больше не отвлекайтесь на глупости. Где урвать, где достать, как лучше выглядеть, что вас скажут, совершенно не важно. Важно будет тогда, когда нечего будет есть, и когда кто-то начнёт погибать. а вас это не коснётся. Ну, я сделаю всё для того, чтобы вас это не касалось. Если вы мне поможете, мы сделаем это раньше. Если на сегодня вопросов больше нет, мы сегодня расходимся. Да? Можно? Можно? Ты насчёт телепатии сказала. Я не скажу, что я телепат, но я всё время чувствую, как у меня человек думает, где-то вроде бы хорошо, но одновременно я как бы беззащитна от этого. У меня было такое время, много людей одновременно обратили внимание, начались проблемы. на самом деле это не телепатия, а это страх публики. И он выражается вот таким образом. То есть есть повышенная чувствительность, она выражается страхом публики. Но на самом деле у нас есть специалисты 5D, которые за 45 минут сотрут её. из вашей черепной коробки, и вы перестанете бояться людей, бояться выступлений. И при этом можно обратиться к моему сыну Ивану Санчу снова. Он делает один приём, и всё. Вы перестанете… Повышенная чувствительность, она может быть полностью отключена либо переключена на какую-то другую фазу, которая вам необходима. То есть это всё решаемый вопрос. Я вас ещё хочу попросить. Мы не готовимся к этим неприятным дням. Мы готовим свой мозг для того, чтобы перейти на другой слой. Это разные вещи, вы должны это понимать. Я не хочу, чтобы вы готовились к войне или к какой-то ситуации, когда придётся сложное время. Мы должны приготовить мозг для того, чтобы не застать это время. Мы должны остаться живыми и жить в том слое планеты, где нас это не коснётся. Это основная мысль сегодняшнего дня. Поэтому готовьте тело, детей, обеспечение условия для жизни. Но при этом знайте, что это не конечная точка. Я так понимаю, что нужно начинать с 400 метров. Ну вообще да. Особенно в Краснодарском крае. Не везде есть уровень выше такой планки по близости. Ну, знаете, вы так специально головой-то сильно не думайте, потому что сейчас у каждого должно произойти это естественное. Потому что если бы мне, допустим, ну ещё дней 20 назад сказали, что ты поедешь вот туда вот под небо, да я бы сказала, я никогда в жизни туда не поеду. Просто так оно само складывается так. Вам придут предложения, вы увидите какое-то объявление. Если вы готовы, ваш мозг даст вам знать. Вы просто будьте готовы и обращайте внимание на... Вы знаете, что высота 400 метров и выше. Даже если встанет вопрос о том, что у вас там тут бизнес держит, тут работа, тут дети в школу ходят. Какая вам разница сейчас до школы? Кому нужно это образование, которое дети получают? Если встаёт острый вопрос, то в принципе можно переехать и в Кавказские горы к этим вот, где баранов пасут. Ну, там, наверное, тоже неплохо. Но в любом случае сейчас не стоит вопрос о комфорте. Комфорт — это последнее, что мы пытаемся себе обеспечить. И все, у кого есть дети, пришло время о них позаботиться.